Франциско, самой Японии и 20 странами, которые с ней воевали. Они не пригласили американцев китайскую народную республику, которую они в 51-м году просто не признавали. Они признавали Тайвань. О чем вести разговор? Дальше. Как мы можем присоединиться к этому договору? Значит, если мы хотим присоединиться к этой Федерации, присоединяйтесь к договору, и все! Есть ограничения. Что касается, я вас не перебивал. Взлетает красная ракета. Добрый день, дорогие друзья, товарищи соотечественники. Прекрасные лица. Спасибо, что пришли из области. Крикеты во многих российских городах, включая Москву. Пока первые дети с вами выбрали. И не поверятся самим. А нынче нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Плюс только два года. Спасибо вам огромное. Успехов. Мы когда последний раз слышали, что Путин призывал слезать с нефтегазовой иглы. Вот до этого лет 15 как призывал. А сейчас говорят, да, мы нефтегазовая страна. Зачем там технологии какие-то развивать? То получали 30 рублей за один доллар, теперь 70. Коммунизм стал реальностью. Кто не работает, тот ест. И ситуация не загнана. Все можно поправить в России, именно в России. Не во всех странах абсолютно нет. За Грецию я бы не взялся, например. У нее даже суверенитета валютного нет. В России можно за полгода экономику разогнать вообще без усилий. Просто изменив экономический уровень. Вот это абсолютно реально. Видите, на самом деле просто есть группа лист, которая наживается на экспорте сырья. Во вред не только жителям Кировской области, во вред всей остальной промышленности она это делает. Дальше. Вот любой гражданин, зайдя на сайт Росстата, обалдеет, что он оказывается каждый месяц... Я вот не понимаю, почему тогда у них не срабатывает инстинкт самосохранения. Но они же не могут доводить действительно ситуацию до социального взрыва. Где-то же должен сработать рубильник. Стоп. Ну вот мы мухлевали, мухлевали, мухлевали. Но вот с этого момента мы прекращаем это делать. Потому что мы понимаем, что мы пилим суп, на котором сами сидим. Нет, они этого не понимают. Они правы. Потому что, видите, опять, если модель компрадорская, то есть основанная на продаже сырья именно за границу, не сюда, то там уже все есть. Ваша задача в час икс вовремя сесть на самолетах. Остальное все уже там есть. Гораздо, кстати, больше, чем здесь. Скажите, а вот такая гнилая элита есть где-то еще? Везде. Везде. Абсолютно. То есть наши они... Везде. Везде. Абсолютно. То есть наши они... Везде. Везде. Абсолютно. То есть наши они... Капитализм везде одинаковые. То есть капитализм ищет рабов, понимаете, которые будут работать не за 500 долларов, а за 200. А лучше всего не за 200, а за 100. Из нас рабов делают как? Вот сделают сейчас, например, доллар 100 рублей, да? Понимаете, в рублях-то вы то же самое будете получать. А в долларах вы станете еще более крутым рабом для тех же самых иностранных покупателей. Потому что ваши товары для них будут вообще... Пусть они плохие сырье, но это же за даром. Оnessо. О plus харюков Pourказов Вернее, горизонao. THggquer мод 지никальный. Вернее, горизонавая. Вstarsши. Пусть они другими заключались. Орели. Вернее, дороге. Вернее, горизонавая. Пусть они дорогих, везде. Субтитры подогнал «Симон» Расскажи мне, как видишь свой завтрашний день, мой друг Оглянись и увидишь рассеянный мир вокруг Среди гор, парохла и фальшивых чужих идей Наше красное солнце тлеет в сердцах людей Встань скорей, солнце наше красное Разгони эту тьму напрасную Дай нам свет на пути таинственном Дай нам силу, дай нам силы выстоять Потому что ни одна инстанция у нас в нашем Богохраним Отечестве Не занимается оценкой обстановки в новом виде Как гибридной войны У нас нет понимания, что такое гибридная война У нас полностью отсутствует понимание Путь победы Что путь победы в гибридной войне Это тоже что-то нового типа Я подчеркну А путь победы в гибридной войне Сама гибридная война Это то, чего не было А путь победы в гибридной войне Это тоже то, чего не было Вот это полностью никто не понимает. Я приведу вам сразу образ, чтобы было понятно, что никто этим не занимается. Вот журнал «The Economist» — это рупор планировщика, который, собственно говоря, планирует эту самую Третью мировую войну нового гибридного типа. Вот он издает этот журнал и каждый год обложку публикует с криптограммой. И в этом году криптограмма была сначала на черном фоне белым боком «Мир» в 2019 году и больше ничего. Из этого можно было предположить, что речь идет о конце каком-то. А дальше появилась криптограмма «Мир» в 2019 году. И там есть рисунок Путина, а под ним надпись трубопровода Путина, а под ней картинка, которая изображает всадников апокалипсиса. Всадников апокалипсиса. Это речь о чем они? О битве к концу. Бьют свинцовые ливни, нам пророчат беду. Мы на плечи взвалили и войну, и нужду. Громыхает гражданская война от темна до темна. Громыхает гражданская война от темна до темна. Садники апокалипсиса – это души Нави, в частности, призываемые бессмертным полком. И знави, призываемые в Яфь для того, чтобы ее править. Садники апокалипсиса – это души Нави, в частности, призываемые бессмертным полком. Это бестелесные сущности, которые через сознание воздействуют на человеческую природу. Его мышление, поступки, логику, действия. Навь, призываемое в явь, правь. Навь, явь, правь. Круговорот души в природе. Область магии или метафизическая область. Как хотите это называйте. Значит, от пятого до шестого будет, видимо, генная война. А дальше что будет между шестым и седьмым? Я вам скажу, будет магия. Это к вопросу о том, кто научится стяжать дух победы. Мертвый полк, который происходит 9 мая. Но ведь достаточно просто включить голову и понять, что происходит. Ведь мы поднимаем силу мертвых. Мы поднимаем военную силу мертвых. Это кто-нибудь у нас обсуждает? Нет. Область магии или метафизическая область. Как хотите это называйте. Кто этим занимается? Да, не занимается церковь. Отпевает, проводит какие-то ритуалы. Чествование героев в прошлом имело характер памяти опавших. То есть они были мертвые. То есть посредине планеты, среди бурь грозовых, смотрят мертвые в небо, веря в мудрость живых. Это почитание усопших. Это заупокойная молитва. Упокой Господи, души усопших раб твоих. Это подтверждение слов Евангелия о том, что у Бога нет мертвых. Все живы у Бога. Бог наш, есть Бог живых, а не Бог мертвых. Бог мой – это Бог моего дедушки. Я живой, и дедушка мой жив. Просто мы живы по-разному в разных мирах. И вот мы вводим своих усопших сюда, в нашу жизнь. Этих настоящих героев, тружеников, молчаливых, вроде бы безмолвных, на самом деле кричащих нам о том, что они тоже живы. Мы заводим их в современную историю. Крестный ход, Пасха, память Георгия, вспоминания усопших и, по сути, даже воскрешение мертвых. Говорит, здесь они живые. Здесь живые с живыми идут вместе. Вот внук, вот мой прадедушка, правнук, вот я помню его, вот его имя, вот его образ, вот его подвиг. Там был на Первом Белорусском, там, или был летчиком-истребителем, там, или была санитаркой. Моя бабушка, моя прабабушка. Они живые. То есть мы вводим их уже не как мертвых в нашу жизнь, а как оживших и воскресших. Здесь есть идея воскресения и введения их в нашу сегодняшнюю жизнь. Церковь бывает разная, не только православная. Есть, наверное, наверняка есть какие-то секретные организации, ордена, несущие подобные знания. Кто-то проводит же эти мероприятия, эти ритуалы. Сильнее. Знаете, вот когда-то бессмертный полк, нас немножко мурашки пробежали, да? Ноги почувствовали, хотя вроде бы это, глядя на это, как мурашки бегут. Потому что бессмертный полк позвал наших предков. Энергия прошлого, энергия предков. Ее нужно приглашать. Садники апокалипсиса. Садники апокалипсиса. Это души Нави, которые призваны, в частности, бессмертным полком из Нави в Явь, чтобы ее править. Садники апокалипсиса. Это Нави. И над степью зловещий ворон пусть не кружит. Мы ведь целую вечность собираемся жить. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем. Вы нам только шепните, мы на помощь придем. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем. Вы нам только шепните, мы на помощь придем. А кто у нас отвечает в нашем Богохранимом государстве за оценку всадников апокалипсис? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok